Добрый вечер! В эфире проект по ДИУ Деталях. Меня зовут Светлана Попова. Традиционно субботние итоги прошедшей недели без купюр и в деталях. Сегодня говорим о таком. Открытый люк – источник неприятного запаха и травматизма. Кто за это ответит? Опасно и вредно для здоровья. Особенно детский сад тут. Нельзя такого допускать. Прифронтовое счастье. Как не утратить веру в мирную жизнь? За последние два года город действительно изменился. Можно даже сказать преобразился. Вернуть успех. Как переселенцам открыть собственное дело? Для того, чтобы выиграть бизнес-грант, нужно подготовить бизнес-план. Долгожданный безвиз. В четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за введение безвизового режима для украинцев. Обонплата за газ. Отменят ли скандальное нововведение? А боевикам снова не имется. Разведение вооружения сорвано. Незаконный ЛНР. Чем еще запомнилась уходящая неделя в кратком обзоре новостей Украины Донбасса. Смотрим. В четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за введение безвизового режима для украинцев в странах Евросоюза. Голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. За безвиз проголосовал 521 евродепутат. Согласно процедуре, после голосования в Европарламенте регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров. Законодательные изменения будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишет президент Европарламента и представитель страны-председателя Совета Евросоюза сейчас это Мальта. Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации. Путешествовать безвиз смогут только владельцы биометрических паспортов и только в течение 90 дней в каждые полгода. Ездить можно будет всеми шенгенскими странами Европы, то есть безвизовый режим будет действовать для 22 из 28 стран ЕС, которые являются частью шенгенского соглашения. Это и Франция, и Германия, и Польша, и Испания, а также Италия и многие другие. Безвиз также будет действовать в тех странах ЕС, которые еще не являются участниками шенгенской зоны, но имеют обязательство выполнять его законодательство. Румыния, Болгария, Хорватия. Не смогут украинцы безвиз побывать в Ирландии и Великобритании. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики коммунальных услуг, обещает пересмотреть свое решение о введении обонплаты за газ. Итак, 1 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики коммунальных услуг, на открытом заседании утвердила тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины, на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий. После утверждения тарифов оказалось, что украинцам за газ придется платить больше, а это противоречит закону Украины о рынке природного газа. 3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и народные депутаты высказались против обонплаты за газ. Наскомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение вынести на открытые заседания 10 апреля о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления в сфере природного газа с целью недопущения повышения общего счета для населения. Украинцы смогут онлайн проверить на подделку удостоверения личности. Государственная миграционная служба запустила новый онлайн-сервис. Базу данных недействительных, похищенных или утраченных документов, которые удостоверяют личность, об этом сообщает прислужба ведомства. Благодаря новому сервису можно проверить по серии номеру, например, внутренний и заграничный паспорта. Сервис призван искоренить отдельные виды мошенничества с помощью поддельных паспортов. К примеру, наиболее известным является получение кредитов и займов по чужим документам, взаимоотношения, арендатор, арендодатель жилья и так далее. Боевики сорвали разведение войск в станице Луганской. Вечером 6 апреля террористы накрыли огнем участок разведения сил и средств номер один. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Так, 6 апреля с 20.05 до 20.40 террористы со стороны памятника князю Игорю обстреляли участок разведения сил и средств в станице Луганской с применением крупнокалиберного пулемета АГС и стрелкового оружия. Данный факт свидетельствует о преднамеренном срыве разведения, подчеркнули в штабе АТО. Стоит отметить, что накануне обстрела режим полной тишины на участке фиксировался уже более четырех суток. В связи с этим разведение сил и средств на данном участке запланировано теперь на 9 апреля этого года. Смертельная опасность под ногами. Наши журналисты продолжают вести серию своих расследований. На этой неделе мы узнавали, кто виноват в открытых люках чуть ли не по всему Северодонецку. Бездействующие коммунальщики, канализационные воры или инертные горожане. Ответственное за содержание ремонт люков, конечно же, несет организация, на балансе которой этот объект находится. Но люки, говорят коммунальщики, зачастую воруют. И эта история бесконечная. Чугунные крышки заменяют пластиковыми или железобетонными. Первые, по словам главного инженера Северодонецкого горводоканала, воруют тоже. А железобетонные рассыпаются самопроизвольно. В свою очередь, комментируют северодончане, хорошо, если из обнаженного люка хотя бы торчат ветки. Так, мол, меньше шансов травмироваться. Но из всех опрошенных никто лично в коммунальной службе об уведенной опасности не сообщал. Осторожно, опасность под ногами. Вот так, без крышки и с набитым мусором. Такой колодец неподалеку от детского садика легко может стать причиной травматизма, особенно маленьких детей. Даже для взрослых опасно. Конечно, пойдет пьяный мимо вот здесь вот, качнет его, он туда, надо закрывать. Люки открыты, а ЖЭК бездействует. Пост приблизительно с таким содержанием в социальных сетях опубликовала северодончанка Мария. Девушка сетует. Ее дочь чуть не провалилась вечером в открытую яму. Журналисты нашего телеканала подключаются к беседе. Пользователей, которые хоть раз сталкивались с такой опасностью, нашлось много. Лисичанка Ирина подробно описывает аналогичные проблемные участки в своем городе. В переписке рассказывает, неоднократно обращалась в исполком, местный водоканал, МЧС и даже на горячую линию Верховной Рады. Но система, пишет Ирина, непрошибаемо. Встретиться для интервью все как один отказываются. Съемочная группа на поиске открытых люков отправляется самостоятельно. Самостоятельно, действительно, неподалеку от дома по Гагарина 70Б находим то, что искали. Открытый люк – источник неприятного запаха и травматизма людей и животных. Люк открытый, уже несколько лет он. Ну что, ветками закроен, но все равно уже-то. Соседка вышла вечером и провалилась в него. Хорошо, что мужчины шли, вытянули. Хромало долго. Кто ответит за случившиеся? За разные люки – разные предприятия. Таких в Северодонецке три – теплосети, связисты и водоканал. Установить хозяина можно по маркировке на крышке. В горводоканале рассказали, только на балансе таунсервиса свыше 10 тысяч люков. Из-за частых краж чугунные люки водоканальщики не успевали ни покупать, ни красить. Заменили их на пластиковые. Говорят, тоже воруют. Но открытые люки продолжают закрывать. Делают это по звонку северодончан. Увидел дыру – звони диспетчеру на номер 432-91. Аварийная бригада выезжает незамедлительно и круглосуточно. Колодец накроют, шутят там, тему закроют. Чтобы обезопасить свою жизнь и жизни своих детей, многие жители вот такими вот приспособлениями сами борются с ямами. Встреча открытые люки. Для меня это очень опасно, потому что туда можно провалиться. Только потому, что там бывает грязная вода, там трубы и остальное, там электричество проводят. Запах идет ужасный оттуда. Это канализационный люк. Поэтому его бы желательно закрыть, конечно. А вы никуда не обращались? Ой, нет, никуда. Вот у нас дом, мы живем, тут внизу люк там реально открытый. Он был около, ну, может, недели где-то, ну, смотрю, заделали. Как бы, ну, а вообще встречаю, как бы. Есть такое вот, ну, там, ну, может, два там или три в городе по-любому встретишь. А что такое открытый люк, вот, обозначает для вас? Что это? Это, ну, смерть, наверное, в первую очередь. Ну, травма, инвалидность, ну, перелом там, может, что-то такое. Опасно и вредно для здоровья. Особенно вот, детский сад тут, да? Нельзя такого допускать. Открытые накроют, говорят и в Северодонецком горсовете. Горожанам достаточно просто позвонить на горячую линию 051 и рассказать, где они наткнулись на зияющую дыру. Но, уточняет замгородского головы Алексей Ярош, подобных заявлений в этом году не было. Такой проблемы, как массовых открытых люков, в Северодонецке не существует. То есть, если человек обнаружил открытый люк, то есть его действия, куда он можно? Ну, в службу 051 он звонит, поступает звонок передрессованного ЖКХ, и тут же, в этот же день будем закрывать. Правда, отсутствующий металлический люк заменят бетонным. Он стоит значительно дешевле – в 2,5-3 раза в сравнении с чугунным. Его цена – 120 гривен. И, к тому же, вовсе не интересен любителям легкой наживы. В Северодонецком отделе полиции рассказали, 5 апреля их сотрудник задержал двух канализационных воров. Злоумышленники украли люк неподалеку от дома 5А по улице Маяковского. Когда 18-летний и 24-летний человек заходили в помещение пункта прийма металу, співробитник представился и предложил показать, что именно они принесли. Когда хлопцы показали содержимое мешка, то он увидел, что там находятся люки, которые были разбиты. Потому что пункты прийма металла не принимают целыми люки. Правоохранители сравнивают. Если еще пару лет назад люки крали повально, то в 2017-м это единичный случай. Сдать украденное Северодонецким собирателя металлолома не удалось. Их задержали и доставили в отдел полиции. Возможное наказание до 5 лет за решеткой. Такой эквивалент 2,5 гривням за килограмм ворованного люка. Разве только люки у нас открытые, а подвалы? Все открыто. Никто ни за чем не смотрит и не хотят смотреть. Их интересуют только свои карманы. Да мне не только колодцы. Меня вообще бардак в городе возмущает. Потому что никому ничего не надо. Сейчас на данный момент, с ситуацией, которая сложилась на Украине, вообще, мне кажется, во всей Украине дела нет. Ни до дорог, ни до колодцев открытых. Если все же вы упали в открытый колодец, совет, отпуди в деталях. Сразу же поезжайте в больницу и зафиксируйте полученные травмы. Следом узнайте, на балансе какого предприятия этот объект числится. Там возьмите подтверждающую тому справку. И можно обращаться в суд за компенсацией не только материального, но и морального ущерба. Дарья Расторгуева-Куценко, Николай Резниченко. Специально для ПУДИ в деталях. Они сутками слышат звуки разрывающихся снарядов. Они живут только сегодняшним днем и не строят планы на будущее. Они забыли, как выглядит мирная жизнь. Те, кто живет на грани. Наша традиционная рубрика – прифронтовая жизнь. Сегодня это счастье. Вот только теперь оно несчастливое. Уже два года там не могут отремонтировать школу искусства, пострадавшую от обстрелов. Двухметровые стекла грозят высыпаться на прохожих в любую минуту. А протекающая крыша делает проведение занятий там невозможным. Такая же крыша хранит в себе осколок войны и в городском дворце культуры. А вот в детском садике «Ивушка» прямо на плиты осыпается штукатурка с потолка и отходит плитка от стен. Столовые повара подпирают стены холодильниками и шкафами, чтобы те не осыпались совсем. Подробнее о жизни нового счастья расскажет Анастасия Волкова. При фронтовой город счастья за два года боевых действий сильно изменился. И не только в худшую сторону. Здания, которые сильно пострадали от обстрелов боевиков, отремонтировали. Там установили пластиковые окна, перекрыли крышу. Некоторые дома пришлось отстраивать практически с нуля. За последние два года город действительно изменился, можно даже сказать преобразился. То, что 20 лет в этом городе не делалось, нам удалось сделать, не скажу, что все, но в большинстве случаев нам удалось сделать за два года. Были выполнены ремонты домов, ремонт кровель на домах, ремонт коммуникаций. Несмотря на то, что город продолжает развиваться, его покинуло много жителей. До войны здесь проживало около 13 тысяч людей. Во время активных боевых действий осталось только 4 тысячи. Сейчас хоть люди и приезжают обратно, но численность населения не превышает 9 тысяч. В мэрии говорят, из счастья выехала вся молодежь. Работы в городе, кроме ТЭЦ, нет. Театров или кинотеатров тоже нет. Если раньше до Луганска можно было добраться за 20 минут, сейчас до нового центра с севера Донецка ехать полтора часа. И стоит это 60 гривен в одну сторону. Во многом люди стали чувствовать себя оторванными от внешнего мира. Остался в счастье и ряд других, нерешенных пока проблем. Проблем масса. Они возникают как снежный кол. И когда решаешь одну проблему, за ней тянется очень много других. Масса проблем. По оформлению права собственности на недвижимость. У нас архивы остались в городе Луганске. У нас есть объект, который фактически принадлежит Луганскому городскому совету. Наша музыкальная школа. Необходимо каким-то образом признать право властности за счастьянской территориальной громадой. Вот сейчас юристы над этим вопросом работают. Окна школы искусств до сих пор хранят память об активных боевых действиях. Двухметровые стекла то тут, то там прошиты насквозь осколками снарядов. Преподаватели спасаются как могут. Поэтому заклеивают сквозные дыры скотчем. Конечно, это на учебный процесс влияет и влияет негативным образом. Во-первых, когда ветреная погода, в кабинете холодно. Это раз. И в зимнее время. Во-вторых, все-таки аварийная ситуация. Дети могут открывать, закрывать двери. Это же дети, они могут это сделать и шумно. И начинается вибрация. То есть всегда опасение, что эти окна, стекла могут просто упасть вниз. Пока документы находятся в луганских архивах, к ремонту приступить не могут. Когда в суденном порядке права собственности вернут громаде, неизвестно. Сейчас никаким образом средства на это здание выделяться не могут. Мы не можем начать ремонт, потому что это будет незаконно. Фасад у нас состоит из очень больших стекол. Это застекленный фасад. Толщина этих стекол до 7-8 мм. И все они разбиты. И практически все держатся на скотче. Верхняя часть здания – это крыша, которая у нас имеет ровную поверхность, залитая крыша. И она пострадала от прожжения осколками. Поэтому одна треть здания практически протекает. Один из этих классов – это хореографический класс. Когда идет дождь, до 28 точек. То есть 28 банок стоит в классе. Директор школы ведет нас в хореографический класс и показывает 28 днем костей, которые практически постоянно здесь стоят. Сейчас за окном солнечная погода, а с потолка в банке все равно капает вода. Она скоплевается после дождя в перекрытии крыши и еще долго просачивается сквозь балки. Коллектив школы искусств как может оберегая своих подопечных. Те, в свою очередь, все понимают и стараются преподавателей не огорчать. Я люблю школу искусств. Пострадала крыша от боевых действий и в городском дворце культуры. Начатые еще до войны ремонт приостановили. Найти денег на перекрытие не так просто, рассказывает директор учреждения. Мы не можем проводить мероприятия на уровне города, которые в помещении. У нас в основном мероприятия проходят на улице, либо в малом зале, но малое количество людей мы можем туда поместить. Зал, конечно, находится в стадии ремонта и нам бы очень хотелось, чтобы этот ремонт побыстрее закончился. Но средств на это у нас нет. Сколько нужно денег на то, чтобы отремонтировать помещение? Ну, я думаю, больше миллиона. Сцены дворца культуры испещрены следами осколков. Люди здесь давно привыкли к войне. В детской библиотеке мы видим совсем юных читателей. Нам они рекомендуют книги для прочтения. «Русский лес». А что уже читал, что брал? «Следство ведут колобки» и «Сказки Андерсона». Нравится читать? Да. А какая твоя самая любимая книжка? «Следство ведут колобки». Моя самая любимая книга «Кот в сапогах». То, что она интересная. Расскажите, сколько у вас, примерно, читателей? Ну, где-то 400 человек есть. Плюс детские садики мы выходим с ними, викторинки разные проводим. Также у нас есть школа-интернат. Тоже мы разные увеселительные программы с ними проводим. Они к нам приходят сюда, в читальный зал. И мы с ними играем. Своего ремонта ждет и пищевой блок детского сада «Ивушка». Повара подпирают отходящую плитку от стены холодильниками и шкафами. Ситуацию эта мало спасает. Поэтому руководство надеется, что спонсоры все-таки найдутся и помогут им. После боевых действий у нас стала отпадать плитка в пищеблоке. Со стен падает. Мы закрашиваем, потому что сделать ремонт мы не в состоянии. Он будет дорогостоящий. Это около 100 тысяч, как нам говорят. Так выглядит пищевой блок детского сада «Ивушка». Помещение давно нуждается в ремонте. Во время активных боевых действий здание сильно пострадало. Со стен стала отходить плитка и осыпаться штукатурка. Пока мы изучали проблему счастенцев, на глаза нам попался хлебный магазин. Журналисты по день не смогли пропустить его и зашли узнать, как обстоят дела с поставками хлеба. Скажите, часто привозят хлеб? Каждый день. Как много хлеба привозят? Перебоев с хлебом не бывает. Молодец. Скажите, а как часто приходите за хлебом? Еженедневно. Скажите, всегда есть хлеб? Если бы был плохой хлеб и мало было выбора, я бы не приходил сюда. У них выбор всегда хороший, с этим миром хороший, вкус великолепный. После хлебного мы решили посмотреть, насколько город обеспечен продуктами. И зашли в один из местных супермаркетов. Его стена до сих пор хранит память об активных боевых действиях. Она полностью испещрена осколками снарядов. Магазин регулярно поставляется все виды товара, необходимые для покупателей, которые пользуются спросом. Все, что люди заказывают, обязательно все поставляется. Мы прошли по залу супермаркета и увидели, что на полках есть все необходимое. Это и молочные продукты, мясо, хлеб, овощи и фрукты. Местные жители не на камеру рассказали. Супермаркет – одно из основных мест, где можно купить еду. Местный рынок работает только до обеда, а в магазинах не всегда можно найти свежее молоко или овощи. Счастницы очень надеются, что в скором времени Луганск снова будет украинский. Ведь тогда к ним вернутся их дети, и они вместе будут отстраивать свое счастье. Анастасия Волкова, Андрей Бригидер. Специально для «Поди и в деталях». Вопрос-ответ «Поди и в деталях» продолжают искать ответы на вопросы наших телезрителей. На этой неделе актуальным для жителей Луганщины стала тема занятости переселенцев. Как начать жизнь заново, если ты потерял все, не только дом, но и успешную работу? Если раньше ты был успешным предпринимателем, а сейчас берешься за любой труд, лишь бы прокормить семью и заплатить большие деньги за аренду жилья. Помочь берутся международные организации, предоставляя переселенцам гранты на создание собственного бизнеса с чистого листа. Как получить грант, рассказывает наш эксперт. Для того, чтобы выиграть бизнес-грант, нужно подготавливать бизнес-план. Потому что другие документы, как копия паспорта или доведка внутренней перемещенной особи, это уже справа техники. Для того, чтобы помогать людям в подготовке бизнес-планей, уже сегодня можно консультовать в Агенции регионального развития. В интернете легко найти, что это за агенция и где она находится. Кроме того, в конце квитня мы планируем несколько бизнес-тренингов, которые именно будут присвящены, как правильно разработать бизнес-план. Но уже сегодня, не ждет, пока мы запустим тренинги, люди самостоятельно могут искать бизнес-идеи и оформлять их в бизнес-планы. Рейтинговые события недели. Что интересовало жителей Луганщины больше всего? Об этом в деталях во второй части. Латают дороги по-новому. Семь минут и ямы нет. Большой шаг вперед в развитии, будем надеяться, инфраструктуры города и, в частности, дорожного хозяйства. Печально известный Лисичанский дом номер 17 демонтировали почти наполовину. Бывает, что по одной и той же детали подходим по 5-6 раз, чтобы ее именно взять и опустить вниз, не травмировав никого. Волос краины вернулся на Луганщину. Как говорят, властях хорошо, думаю, всегда лучше. Латают дороги по-новому. На улицах Северодонецкого в последнее время можно часто видеть прицеп оранжевого цвета, от которого пахнет битумом. При помощи этого агрегата можно за 7 минут заделать яму на дороге. В Западной Европе машинами подобного типа пользуются с 70-х годов прошлого века. Теперь на УХАУ добралось и до восточных областей Украины. 20 минут и на месте ямы новый асфальт. Столько времени ушло у бригады дорожных ремонтников на устроение дефекта на дороге. Мы проводим ямочный ремонт наших дорог по новой технологии, которая в нашем Северодонецке еще не использовалась. Это инфракрасный разогрев асфальта, использование старого асфальта кускового, который мы разогреваем, добавляем битумную эмульсию с модификатором. Асфальт приобретает свойства практически нового. Все это в горячем виде мы укладываем, витротрамбовкой затрамбовываем. Мы даем гарантию на них 1 год, планируем 2 года. Вадим выиграл грант по программе ПРООН. За выигранные деньги приобрел этот аппарат, стоимость которого свыше 7 тысяч евро. Набрал бригаду рабочих. Полтора месяца мы его настраивали. Мы сделали порядка 10 метров квадратных ямок, чтобы попробовать, какой асфальт, как плавится, потому что есть своя специфика, сколько надо добавлять, чтобы ямка стояла. Производительность устройства – 8 квадратных метров асфальта в час. За день можно заделать до 150 квадратных метров ямочного ремонта. Сейчас бригада ремонтников в качестве эксперимента ликвидирует ямки по улице Гагарина. Наконец-то в городе Свердонецке появилось хоть какое-то, пусть пока маленькое, но предприятие, которое может не в зависимости от больших асфальтобетонных заводов выполнять текущий ремонт дорог. Большой шаг вперед в развитии инфраструктуры города и, в частности, дорожного хозяйства. Главное условие работы устройства – наличие асфальта. Стоимость работы в два раза дешевле, чем у Кременского автодора – 170 гривен за квадратный метр. Уже поступили заявки на явочный ремонт из Счастья, Старобельска, Станицы Луганской, Мелового и Новопскова. До 28 мая бригада будет работать в Северодонецке, чтобы ко дню города ликвидировать все дорожные изъяны. Валентин Сычев, Андрей Бригидер, ПАДИИ. В Лисичанске продолжается демонтаж пострадавшего во время боевых действий жилого дома номер 17. Сейчас эта девятиэтажка разобрана примерно на 40%. Самый сложный участок, который пострадал от огня, еще предстоит разобрать. Как продвигается работа, видела Наталья Войнова. Ежедневно со строительной площадки в квартале Восточный вывозят до 10 грузовиков мусора. Целые плиты складируют для повторного использования. Разрушенные отправляют на полигон твердых отходов. Демонтаж жилого дома, разрушенного попаданием снаряда и пожаром, изначально планировали закончить к апрелю. На сегодня разобрано почти половина здания. Разобрано четыре этажа плюс хозэтаж верхний. Вместе с другими 20 рабочими в демонтаже участвует Валентин Николаевич. По иронии судьбы, он один из тех, кто возводил этот дом 39 лет назад. Мужчина вспоминает, что эта стройка была одной из самых успешных. Обратный процесс дается с большим трудом, не только физическим, но и эмоциональным. Дом шел очень, я бы сказать, интенсивно. Я не бахвальство приходилось строить. Многие дома здесь, и в Ильичанске, и в Первомайске, в Северодонецке, в Попасной. Но этот дом самый легкий был. Все получалось. Работа на объекте начинается в половину восьмого утра с инструктажа по технике безопасности. Страховка рабочих, как у альпинистов. Через весь дом натянут трос, которым укрепят тех, кто занят на высоте. Страховка происходит на высшем уровне людей, страховка на этом участке. Потому и ведется работа там медленнее, чем на любом другом участке. Аналогов разборки таких домов в интернете не встречалось. Были кирпичные дома, были крупнопанельные, были каркасные здания. Но такого дома не приходилось разбирать. Вся сложность еще в том, что район 2-3-го подъезда, там был пожар. Блоки, панели, плиты, они потеряли свою несущую способность. Значит, защитный слой нарушен. Бывает, что по одной и той же детали подходим по 5-6 раз, чтобы ее именно взять и опустить вниз, не травмировав никого. Но это очень, я вам скажу, очень непросто. На сегодня рабочие подошли к самому сложному этапу разборки. Им предстоит демонтировать этаж, который больше других пострадал от огня, а потом тушения. По словам специалистов, в этом процессе осторожность важнее сроков. Наталья Воинова, Роман Царевский, ПАДИИ. В Лисичанске врачи провели уникальную для области операцию бронхоскопию. В отделение реанимации Луганской областной детской клинической больницы поступила 14-летняя пациентка из Белокуракина. Ей было трудно дышать. Медики определили, что в бронхах у девочки находится посторонний предмет – медиатор от гитары. Там он пробыл 4 месяца. Подробности знает Александр Рыбальченко. Вот такой вот небольшой медиатор от гитары чуть не убил девочку из Белокуракина. 4 месяца он пробыл в бронхах у подростка, из-за чего ей было трудно дышать и был сильный кашель. Сейчас 14-летняя Настя находится в областной детской больнице в Лисичанске. После того, как пациентка поступила, врачи сразу провели ей бронхоскопию и установили, что в правом главном бронхе находится посторонний предмет – медиатор от гитары. По словам медиков, это одна из сложных операций, так как медиатор мог полностью перекрыть дыхательные пути, от чего девочка могла умереть. По степени сложности данная манипуляция у нас проводилась впервые. Обычные подобные случаи направлялись в клиники Харькова, Киева. Техническая проблема была в чем? То есть тело стояло давно уже на родне, по диагонали в правом главном бронхе обросло уже тканями. По словам врачей, девочка не хотела рассказывать, что произошло и как посторонний предмет оказался в бронхах. По версии медиков, Настя случайно вдохнула медиатор. Девочка, скажем, коротко рассказала, что вдохнула специально, не специально, каким-то таким образом. И описала это инороднее тело, что, в принципе, как бы морально и технически мне давало какую-то уже, так скажем, надежду для определения. С нами Настя разговаривать не захотела. Медики говорят, у девочки после операции небольшая депрессия. На данный момент состояние подростка удовлетворительное. Девочка сейчас настроена очень оптимистически, она хочет домой уже. Девочка уже полностью как бы здорова, она просто сейчас есть некоторые моменты маленькие, которые затрудняют ее выписку. Ну, это после операционной этот период. Врачи планируют выписать Настю на этой неделе. Говорят, что после бронхоскопии дыхательная система девочки должна восстановиться полностью. Александр Рыбаченко, Роман Саревский, Андрей Бригидер, ПОДИИ. Голос краины вернулся на Луганщину. Сергей Юрченко, участник украинских телешоу «Голос краины» на 1+,1 и «Х-фактор» на СТБ вернулся на Малую Родину. И теперь работает в Луганском государственном университете внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко в Северодонецке. Певец и автор песен рассказывает, что известность – это, конечно, хорошо, но гораздо приятнее ощущать себя дома, в кругу друзей и надежных коллег. Поклонников его таланта, можем заверить, сцену Сергей покидать не собирается. Просто свое творчество теперь будет совмещать с работой на должности ведущего специалиста отдела кадров в полицейском вузе. А это Сергей Юрченко без сценического костюма в будничной одежде и с бородой на своем рабочем месте. В Луганском университете внутренних дел трудится уже как два месяца. Очень много рутинной работы, условно говоря, административной. Сережа отвечает сейчас и за профориентационную работу, с учетом, что лицо его медийное, лицо его узнаваемое. Он проехал, ну, если не все школы области, то практически все, но города, районы однозначно. Мое было такое мнение, если не он сагитирует, то кто же еще. Когда мы вот определили, что Северодонецк уже переехали, все, я первым делом, естественно, набрал Сережу. И он, недолго думая, приехал. В этом решении Сережу поддержала его жена Алена. Забрали дочку Софию из киевского садика, сына Андрея из школы, и все семьей переехали в Северодонецк. Она за ним, как за каменной стеной. Он за ней готов и в огонь, и в воду. Венчаные. В этом году супружеская пара отметит 10-летний юбилей. Певец, автор песен и полковник по званию Сергей Юрченко рассказывает. Алена его во всем вдохновляет. И, по большому счету, неважно, в каком городе. Главное, что вместе. А в Северодонецке с такой-то поддержкой уже готов сам стать вокальным тренером для талантливых курсантов. Вы знаете, как говорят, в властях хорошо, думаю, всегда лучше. Поэтому всегда тянуло на родину. А тем более такая возможность. Луганский университет внутренних дел приехал на родную землю. Да, и, ну как, мы-то все луганчане, да, в душе патриоты. Поэтому нам бы все равно выступать можно, ездить и в Киев, и в Харьков, и куда жить. Надо всегда на той земле, которая тебя взрастила. Ну и стараться всячески ее прославлять. Я сильно люблю своего папу. А покажи, как ты любишь. Если я знаю, что рядышком муж, то я не беспокоюсь ни о чем. И неважно, что вокруг, где мы находимся. За последние два года было немало ситуаций, в которых наш брак, наша семья выстояла среди всех преград, всех этих ситуаций сумасшедших. То есть мы как-то сплотились, еще более стали крепче, у нас семья стала крепче. И я думаю, благодаря этому наши дети морально не пострадали из-за этих переездов. Вернуться на малую родину было не так сложно, как принять решение участвовать в телепроекте канала СТБ «Х-фактор», рассказывает Сережа. Отборочные кастинги проходили тогда, когда на Луганщине начинались боевые действия. Совместно с Стасом Панькиным и Эльдаром Кабировым, который принимал участие, является капитаном команды «Другой мир», нашей луганской, нынешней луганской сборной, которая участвовала в Лиге смеха, вот мы втроем решили закрутить такое трио. Приняли участие, попали в команду к Сергею Соседову и дошли до суперфинала. В суперфинале мы уже боролись с нашим земляком, опять же, Дмитрием Бабаком. К сожалению, ну или я не знаю, как к нашему сожалению, к его радости, он победил. Это не сделало трио «Экстрим» менее популярным. С гастролями ребята объехали многие города Украины и других братских стран. В силу различных обстоятельств теперь вместе, по словам Сергея, они практически не работают, но продолжают общаться, как и со своим наставником Сергеем Соседовым. Также Юрченко поддерживает связь и с другим тренером по проекту «Голос Краины» Дианой Арбениной. Что касается Сергея Кибугу, не могу найти изъяна вообще. Но это сильный человек, который знает, о чем он поет, который четко понял то, что я от него требую. А требую я знать, кому ты поешь, особенно такую песню. Сергей Юрченко делится. У Арбениной и Соседова есть что-то общее. Возможно сравнить и Арбенину, и Соседова. Вы знаете, они, если знают, что нужно достигнуть какой-то цели, они себя положат полностью. Это были тренеры, которые, наверное, из всех тренеров, которые были на проектах, уделяли времени больше всего своим подопечным. И они учитывали наши интересы. Сережа продолжает. Участие в таких телешоу дали ему многое. Само собой богатейший опыт, но самое главное – незабываемые воспоминания. Когда от волнения пропадал голос за несколько дней до прямых эфиров, но были и более трепетные моменты. Диана вместе с постановщиками решили меня разыграть. И в одном из номеров ко мне навстречу выходила солистка балета, как раз в песне «Я прошу хоть не надолго». Мы так отрепетировали, а в прямом эфире они привезли мою жену. Я не знал об этом. Это, конечно, рискованный был поступок, потому что можно было в этот момент забыть слова и растеряться, потому что все оживьем. «Я прошу хоть не надолго». Боль мою, ты покинь меня. Эти эмоции бесценны. Но и работа на постоянной основе в Луганском государственном университете внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко творчеству не помеха, признается Сережа. Он все так же поет и пишет песни. А восьмилетний сын Андрюшка подсказывает. Мой папа не только поет, а еще играет на гитаре. А еще мы всей семьей идем послушать папины музыки. Я слушаю и подпеваю папе. Моя любимая песня называется «Ты меня любишь, лепишь, творишь, молюешь». Это я с папой на «Голосе краины» это подпевал. Приехав сюда, в Северодонецк, всячески пытаюсь найти какие-то творческие коллективы, руководители, которые занимаются творческими направлениями, радио, телевидение. Для того, чтобы развивать в нашем регионе свое творчество, чтобы мы не только крутили киевлян, харьковчан, а чтобы у нас здесь, в нашем регионе, были свои авторы, чтобы мы продвигали свой продукт. Большинство песен из альбома Сергея Юрченко – «Чекай, ридную мовую». Одноименная песня «Чекай», говорит Сережа о солдате, который уезжает на войну. «Как-то пробовал вообще не петь, просто забыть о творчестве, но не получается. Я начинаю нервничать сразу, меняюсь. Жена говорит так, веди вот там гитара у тебя дома, возьми, добавь себе настроение. Вы хотите, чтобы я его напел? Дарья Расторгуева-Куценко, Екатерина Тылина, Николай Резниченко, Роман Царевский. Специально для «Пудий в деталях». Такой была эта неделя на Луганщине. Если у вас есть, что рассказать по ДЕМ в деталях, или вы хотите задать свой вопрос журналистам, звоните по телефону 050-328-86-44. В следующую субботу о главном без купюры в деталях расскажет моя коллега Дарья Расторгуева-Куценко. Помните, иногда детали важнее главного. Увидимся на телеканале ЛОД. Редактор субтитров А.Семкин